Это вот такая еще была чашечка, туда мы складывали, а сюда я наливала и молока, и каши манной. Подкинутых в подвал котят подкармливал весь подъезд. А три последних дня малышей пытаются спасти от смерти. ТСЖ наглухо замуровала подвальное отверстие с котятами внутри. Позвонили председателю ТСЖ, сломали дырку, она с нами не пошла на контакт. И на следующий день, это буквально вчера, они вообще железом заварили. Ребенок у меня обратился в контакте, в соцсетях, к зоозащитникам. Договориться с председателем не смогли и зоозащитники, а ведь котят хотели забрать в приют. И такая ситуация далеко не редкость. Это вообще часто происходит, летом и зимой, несмотря на время года. Просто некоторые идут на контакт и дают их оттуда забрать. То есть без проблем открывают подвалы, мы забираем, вылавливаем, стерилизуем. Диких даже отпускаем обратно. Волонтеры приюта чудом вызвалили только одного из трех котят. Кстати, недавно в Госдуме вносили поправку в закон, что коты могут греться в подвалах зимой. Им нужно оставлять доступ. Но нормы Санпина полностью противоречат закону, поэтому фактически в нашей стране он не работает. Люди, которые замуровали подвал, останутся безнаказанными. И помочь этим котятам можем только мы. Поэтому идем к председателю ТСЖ. Фото котят у подвального отверстия ее не убеждают. На каком основании вы замуровали котят? Я никого не замуровывала. Вот, котенок исполняла. Ну и что? Что нужно? Так, а вы его как достали-то? У нас везде абсолютно есть выходы. У нас ни одной кошки нет. Покажите мне выход в доме. А вы на каком основании у меня это требуете показать? Вы, я поняла, какое-то там общественное телевидение пришли контролировать меня. Даже какое-то общественное телевидение не смогло убедить председателя проверить подвал. Волонтеры будут пробовать выманить малышей через подвальную дверь, пока там не сменили замки. Но времени у голодных, замерзающих котят не так много. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.